Сама техника эффекта Вуали Скульптуры известны еще со времен Древней Греции, но пик ее популярности пришелся на 1700-е годы. Эти произведения поражают изяществом и тонкостью работы. Мраморный вуаль обволакивает скульптуры мастеров, творивших в разные исторические периоды. И если некоторые наши современники успешному результату обязаны инновационными материалами и оборудованием, то чем объяснить необыкновенно тонкую мраморную вуаль на статуях, созданных в далеком 17 веке. Скульптуры выполнены настолько тонко, что некоторым современникам даже не верится, что делали их обычные, пусть и очень талантливые мастера, обычными человеческими руками. В первую очередь это касается работ Рафаэля Монти. Однако на данной стезе первопроходцем был не он. Первым скульптором, сумевшим создать ту самую мраморную вуаль, был неаполитанский мастер Антонио Карадини. Он считается одним из самых известных мастеров 17 века, использующих технику создания вуалей. Карадини родился в городке Эсте, возле Падовы. Работал в Венеции, хотя некоторое время провел в Германии, Вене и Неаполе. В 14 лет его отдали в ученики и скульптору Антонио Тарсия, а свою первую собственную мастерскую Карадини открыл в 1713 году. Самая знаменитая работа мастера – скульптура Целомудрия, которую он закончил в 1752 году. Сейчас она выставлена в музее Сан-Северу в Неаполе. Статуя Целомудрия представляет собой надгробный памятник Чичилии Гайтане де Лаквила Таарагону, матери князя Раймонду, умершей вскоре после родов. Карадини, неоднократно изображавший до этого людей, закутанных вуалью или тканью, достиг здесь вершины своего творчества. Основными идеями памятника стали, с одной стороны, уверенность князя Раймонду в совершенствах и добродетелях матери, с другой же – вечная боль от того, что он никогда не знал женщины, подарившей ему жизнь ценой собственной. Невыносимая боль от невозможности простого человеческого общения с умершей матерью, подчеркнута рельефом в основании статуи. Ткань как будто стала влажной от масляных испарений, светильника элегантно и естественно облегает женское тело. Она настолько тонка, что подобна невесомой паутине и должна поддерживаться на фигуре с помощью пояса из роз. Взгляд в сторону, а ее голову и голое тело обволакивает струящаяся полупрозрачная ткань, сквозь которую отчетливо проступают черты лица, линии груди, рук и стройных ног. Невыразимая легкость позы, увядшее древо под ногами, разбитая мраморная плита с эпитафией – все это наряду с тканью подчеркивает, что жизнь изображенной женщины должна была оборваться слишком рано. Авторству Карадине принадлежит еще несколько бюстов, выполненных с использованием все той же техники мраморной вуали. А за созданием очередного произведения искусства с подобным эффектом Антония настигла смерть. Мастер как раз приступил к выполнению заказа Рамону де Сангру, князя Сансеверу, однако он успел создать лишь глиняный макет скульптуры, ныне известный как «Христос под плащаницей». Удача столь своеобразным образом улыбнулась другому неаполитанскому скульптору – Джузепе Самартино, имя которого прославилось благодаря именно этой работе. Он несколько изменил первоначальные замыслы Карадине, однако суть оставил неизменной. Сам образ Христа, символизм композиционных элементов и та самая удивительная мраморная вуаль – все это превратило данное произведение искусства в нетленный шедевр, величайший из тех, что хранит капелла Сан-Северу. Удивительно, но ничего даже приблизительно равного по величию Джузеппе Самартину, так более никогда и не создал. После великого Антонио Карадини и его последователя Джузеппе Самартину практически целый век скульпторы не обращались к этой весьма эффектной и вместе с тем сложнейшей технике. Лишь в начале 19 века вновь появились талантливые мастера, которым удалось ее освоить. В середине 19 века скульптор Джованни Страццо извоял бюст Девы Марии с применением того же эффекта вуали. Также до наших дней дошла великолепная скульптура Ребекка Подвуалью, автором которой стал скульптор Джованни Мария Денцони. Каждая складка одежды выполнена очень скрупулезно, создавая удивительный эффект ее многослойности. Удивительно, но других подобных работ скульпторов не сохранилось, да и сами скульпторы особой славы не снискали. Другой итальянский скульптор Рафаэль Монти, волею судеб, оказавшийся в Англии, все-таки вернул моду на мраморную луа, если так можно выразиться. Тончайшие эмали Монти кажутся почти невесомыми, готовыми затрепетать от малейшего ветерка. Его самая известная скульптурная работа изображает фигуры нескольких девушек, склонивших головы под тончайшей вуалью. Скульптуры изображают покрытую покрывалом жрецу Весты, Весталку. Веста – римская богиня-хранительница священного огня. Их тончайшая вуаль выполнена настолько искусно, что пропускает даже свет. Кроме того, именно он описал технологический процесс создания подобных скульптур, которым, надо полагать, узнал еще на родине, в Италии, а позже успешно применил в Англии. Суть оказалась проста. Монти использовал особый материал. Он подбирал мрамор с необычной структурой, двух слоями. Верхний слой был более прозрачный, нижний – более плотный. Эффект вуали достигался за счет тончайшей обработки, в результате которой из верхнего слоя мрамора получалась та самая прозрачная вуаль, настолько тонкий слой материала оставался. Сложность данной техники в условиях, когда все делается вручную, попробуйте себе представить. Более ранние мастера, вероятно, также пользовались мрамором с подобной структурой. Редкостью материала и сложностью изготовления можно объяснить малое количество скульптур с мраморной вуаль. В 20 веке такие скульпторы, как Элизабет Экроид или Кевин Вюрхенсис Крей, также обращались к эффекту мраморной вуали. Но современные технологии, появившиеся многообразие инструментов и доступ к профильной информации, не позволяют поставить их работы в один ряд с произведениями мастеров предыдущих столетий, которые создавали свои шедевры фактически вручную. Если задуматься, титаническая сложность работ мирно пылящихся ныне в капелле Сан-Северу волей-неволей наталкивает на мысли, что мы определенно чего-то все-таки не знаем о тех людях, которые создавали эти гениальные скульптуры и тех условиях, в которых они творили. Вот и остается лишь наслаждаться их красотой и удивляться мастерству, с которым они созданы, проникаясь уважением человеческой натуре и способностей создавать нечто прекрасное.